Здравствуйте, это программа «В фокусе событий». Меня зовут Анатолий Никитин. В России станет невозможной посуточная аренда квартир. По крайней мере, так считают эксперты, которые изучили законопроект, который готовится в Госдуме ко второму чтению. Сейчас, как раз, прорабатываются поправки для дальнейшего продвижения документов. Согласно законопроекту, чтобы легально сдавать свою квартиру посуточно, ее собственнику придется собрать согласие не менее 75% жильцов многоквартирного дома. Депутаты считают, что это позволит соблюсти законные интересы соседей, а также не нарушать правила пользования жилыми помещениями и правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. Но вы пробовали собрать согласие жильцов на что-либо, да еще и 75%? Потому-то эксперты и предполагают, что в случае принятия в таком виде закон просто прикроет лавочку по посуточной аренде квартир. Ведь в подавляющем большинстве случаев собственникам не удастся не то что уговорить соседей выдать разрешение. У них не получится даже просто собрать жильцов. Естественно, все это актуально только в случае, если хозяин квартиры сдает жилье легально. Теневой рынок вряд ли беспокоит какие-то ограничения. Только вот по мнению специалистов, вероятные нововведения расширят его. Перейдут официальные арендодатели на темную сторону. Но не все эксперты считают, что хозяева квартир рискнут нарушать возможный закон. В комментарии Бизнес.ФМ директор по развитию национальной сети туристических агентств онлайн-тур РУ Игорь Блинов отметил. Посуточная аренда – бизнес, который нужно рекламировать постоянно. Ничто не помешает правоохранителям начать мониторить сайты в поисках таких квартир, совершать контрольные закупки и наказывать тех, кто сдает жилье незаконно. Даже если эти правила будут введены и кто-то будет сдавать по черной схеме, безусловно, будут очень высокие риски, потому что в случае несогласованности с соседями он в любом случае попадет к участковому, а дальше уже по этапам. Поэтому никаких рисков появления именно черного рынка краткосрочной аренды я не вижу. В свою очередь специалисты предлагают идти и на некоторые уступки в плане согласования. Например, в интервью «Известием» гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко заявил, что законодателю разумнее было бы требовать согласия соседей по этажу, где сдается квартира. Такое ограничение еще было бы хоть сколько-то реальным для арендодателя и вполне гарантировало бы спокойствие в доме. Вроде как, квартиросъемщики если и напрягают, то вряд ли сразу весь дом. Надо спрашивать тех, кто в зоне соседского риска. На данный момент в России по различным экспертным оценкам недвижимость по суточную аренду сдают около 200 тысяч человек. Целый сектор экономики. Его сокращение может означать потенциальную потерю большого объема налоговых поступлений в бюджет. Кто-то, возможно, будет вынужден переходить в формат долгосрочной аренды. Только вот многие финансовые энтузиасты, которые изначально приобретали квартиру именно под сдачу, чаще всего ориентировались на посуточный режим. Ведь это гораздо выгоднее. Теперь придется думать. Хотя это никогда не помешает. Руководитель комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое России Рифат Гарипов в комментарии известиям заметил, что данный законопроект, тот самый, о котором мы говорим весь выпуск, так вот, по его словам, данный законопроект первый шаг к разграничению оказания гостиничных услуг и предоставления помещения в краткосрочный наем. Цитата. Он важен для нормальной жизни в многоквартирных домах с учетом интересов всех жителей. Поскольку посуточная аренда жилья очень популярна и выгодна, необходимо учесть все интересы и тех, кто получает доход, и тех, кто страдает от частой смены соседей. А значит, страдания отменить, доход сохранить и все это как-то совместить. Вот этим как раз сейчас и занимаются ответственные люди. Потому-то они и ответственные. Это была программа «Фокусе событий». Смотрите нас и будете в курсе того, что действительно интересно. Редактор субтитров А.Семкин